всем привет меня зовут николай алексеев с вами снова с насти здрасьте продолжаем кормить и ловить зимнего леща рыбалка с комфортом сегодня по плану у нас значит дневная ловля густеры под лещика и леща за час поймал полтаза рыбы потестируем санки палатки ну еще чем по реакию погнали прям хорошая рыба идет я без багра вот это вещь итак у нас идет утро третьего дня я чтобы проснуться сразу начал ловить потому что как известно на рыбалке лучший способ от того чтобы проснуться это поймать какую-нибудь рыбику мешание готовить завтрак макарошки с тушенкой из косули вчерашний день у нас закончился не безоговорочной но победой над лещами моей пока тут все спали в том числе и мешания я ловил лещи поймал штук наверное 6 2 примерно в районе килограмма пару штук грамм по 700 и таких грамм по 500 штуки тренер ну и мелочи там было несколько штучек поэтому сегодня цель поймать не в нова лище пока вот в лунках кормленных максимальная концентрация там где кормили мотылем пусть гусь густер и то есть она прямо клюет с каждого заброса заброс буквально там пауза 5-10 секунд и вот такая густерка от 50 там до 100 граммов вообще не дает скучать я примерно ловлю в темпе рыба в минуту также у нас планах сегодня сделать отдельную базу потому что местные говорят что лещ здесь очень чувствительный боится шума гамма и вообще как бы насиженных мест поэтому у нас там есть на русле небольшая такая точка которую нам ребята помогли найти мы там поставим санки палатки расскажем вам что это такое как вообще с этим едят там закормимся прикормочкой отдельно от всего одну лунку прямо массивно и я думаю что ночью останемся на ловлю ночного леща будем здесь ловить там по часу например и на час туда уходить периодически менять либо может быть мишаня там будет я буду здесь не знаю что из этого получится короче оставайтесь с нами но на третью ночь вещи все таки мне кажется должны более дружно прийти к нам на точке кстати местные говорили что кормить много здесь нельзя потому что рыба типа приходит наедается и встает слоем над прикормкой типа если кормить опарышем то встает густера и там прочие историки ну какие такие догадки по нашему мнению но густера есть но она клюет только днем ночью я поймал там одну ли две всего рыбины перекормить да не знаю но по судя по динамике клёва у нас клёв намного лучше чем у них хотя не кормили там несколько раз меньше но надо оговориться что в их палатке периодически то двойной то одинарный храп раздавался в те моменты когда у меня были поимки леща ну и плюс они конечно по-братски так скажем нам уступили как говорят наиболее перспективное место для поимки крупного леща вот поэтому на эти субъективные факторы надо тоже учитывать ну и они в общем то сегодня уже домой собираются также как и большинство палаты которые здесь потому что завтра начинается рабочая неделя после долгих новогодних праздников ну а мы так как мы уже на работе третий день остаемся на четвертый будем докармливать и выжидать крупных десногорских лещей на самом деле да кайфово когда вот есть подобная палатка то есть это у нас лотос 4 куб термо у нас есть специальные три дырки фланцы так называемый под ловлю и такое чувство как будто ты находишься не на водоеме а где-то вот сидишь в маленькой квартирке очень уютной теплой у нас температура это порядка 18-20 градусов с теплообменником у нас есть еда у нас клюет рыба из пола у нас в принципе все есть для того чтобы здесь комфортно жить ну еще как минимум неделю так что рыбалка с комфортом в любом случае удалось рыба клюет что-то мы ловим дневные поклевки густеры практически сразу наступает если находит судя по подводным съемкам вокруг корма они то утопят то поднимут то есть такие какие-то вот раз данном случае утопил это не крупные лечь конечно ночью которые были поклевки предыдущие дни они немножко отличаются поклевок густеры ну там размер другой он более уверенно все-таки либо берет на утоп либо кота в сторону тянет либо ну просто максимально выкладывать поплавок густера вот она даже вот по удочке вот такая вот как это ну вот такая в среднем густера клюет значит что мы сделали какие выводы клюет вся рыба в основе только на мотыля густере особо много не насаживать одного-двух мотылей в принципе на крючке хватает леща мы ловили на пучок мотыля на опарыша поклевок вообще нет ни на живого не на топленого не надавленного не на отрезанного на червя поклевок нет и в общем-то лунка которая кормленная мелким мотылем дает максимальный результат от второй удочки днем мы отказались потому что но реально не успеть потому что ну пауз нету рыба стоит очень плотно есть корм есть то что мы даем на насадки поэтому 2 удочка на стоит просто для ночи ночью мы периодически экспериментируем я ночью поймал несколько подлещиков и густерин на сало с мотылем на яичко вареное с мотылем но все-таки основной основной основная часть рыбы и особенно крупной рыбы были пойманы на пучок мотыля 8 10 12 штук насаженные по-разному хаотично но чаще мне нравится по лещу именно насаживать мотыля за заднюю часть него черная которая у него голова а за хвост получается когда он крючок кладется на дно он вот таким вот такую штуку делать и очень красиво извивается мне кажется это должно приманивать леща и он думает что типа мотыли там зарывать надо их съесть вот поэтому сегодня мы будем кормить только чисто лещовой прикормкой и мотылевой в который будем добавлять только мелкого мотыля ну и крупно у нас немножко еще осталось граммов 100 наверное его тоже будем порционно может быть порежем будем добавлять его туда соответственно и в этой лунки в одной и в той которую мы хотим сделать запасную я надеюсь что очень надеюсь что все таки когда все уйдут на третьи сутки к нам придут те самые знаменитые здоровенные лещи десногорского водохранилища но пока лом густерон ну и днем конечно вот эта удочка ловить намного быстрее намного комфортнее то есть я ничего не путается ты забросил катушку стравил достал до дна получил поклевку подсек катушкой же смотал рыбу отцепил этом стоят тазики на улице я сразу через дырочку туда раз отцепаю снежком их припорашивает объем рыбы становится больше ну поплавок ты где там куда что-то пока тут с вами очень покрупнее по упористей но и как удочка сопротивляется да кстати оснастях леска у меня основная 014 это in touch турнамент какая смотрю как сопротивляются злая какая-то густерина вот это нормальную размер тот уже размер 0 густерина такая граммов 80-100 леска у меня 014 in touch турнамент вообще за глаза тем более такой удочка которая амортизирует можно мне кажется даже ставите 012 ну там для более деликатного хотя может и не нужно ничего не путается по крайней мере от толстой лески крючок гамакатсу шестерка не помню гипер кейру что ли что такое называется поплавочек 08 грамма два грузика внизу подпасок 0 3 грамма чуть повыше 0 5 граммов никаких поводков нету прямо на прямую леску примут привязана удочка салма айс фидер графит очень удобно с эвовской ручкой ну и соответственно катушка black side азил которая есть возможность фрикцион я сразу настроил то есть принципе на рыбе больше 100 граммов когда я начинаю более сильно форсировать я чувствую что у меня аж пули дает слабину а вот на ночных лещах как она травила я того рот полоскал не то хотел сказать ну короче клевала и вываживать очень кайфово в сравнении например с обычной балалайкой балаки другие ощущения там даже более мелкую рыбу когда ты ловишь все таки леску перебираешь руками ощущения более такие насыщенные но за счет того что леска постоянно путается вместо мало плюс у нас теплообменник открытый газ можно мне кажется в какой-то момент состоянии аффекта перепалить леску и упустить тот желанный тракт и здесь у тебя есть возможность все-таки с ним побороться у тебя амортизирует руки 8 метров глубины леска все равно имеет свойство амортизации удочка амортизирует фрикционно марте короче вы можете просто с ним все что угодно делать главное не форсировать не надо его на храпом точить склюнул крупный ты понимаешь надо просто его ну как бы дать его устать и довести но а на случай если дурчит не получается кричишь мешание багор цепляет багром этого леща и спокойно заводит 180 лунку килограммовые лещи заходят вот прям как как в эту школу и хоть и немного было но я надеюсь что будет ближайшее время больше все ладно мешает давай продолжаем как только стемнеет в районе пяти часов вечера должна уйти будет густера должна будет уйти плотва окуни мелкие подлещики перестать клевать в этот момент мы будем закармливаться мы замешаем прикормки смешаем все это с мотылем закормимся немножко поспим пару часиков часиков до 9 потому что я нифига не спал сегодня за ночь и часиков 9 10 начнем уже очередную ночную ловлю леща на зимний поплавок отставайте с нами вот это самая долгая мне кажется не поклевка может быть покрупнее рыба приходит все-таки глубина большая рядом стоят жерлицы у местных людей говорили что о поклевочка говорили что поймали судака сегодня на полтора килограмма то есть провалы в клеве могут означать то что на точку приходит судак может быть какой-нибудь крупный окунь может быть щука да все что угодно надоело ловить на самом деле за час поймал полтаза рыбы тут пару подлещиков таких грамм 150 200 одна плотвичка и в основной все густера такая 50 100 120 граммов то есть штук 40 за час пойму просто надоело одно и то же заброс рыба заброс рыба заброс рыбы ни крупнее ни мелочи она вся в таком ракурсе поэтому в принципе на вялку уже наловил поэтому я думаю что надо идти за санями за буксировщиком кормить новую локацию потихонечку готовится к ночной ловли и к закорму вам красивый кадрик что животворящее прикормка снасти здрасте делает с рыбами сводит ее просто с ума так еще можно ловить за дать за час а если это умножить на пять часов то есть за пять часов можно поймать примерно два с полной таза вот такой вот густеры но зачем больше нам не не нужно нам только крупняк тянут на коптилку и на жареха ну и теща конечно любимая ждет рыбу а то могут и домой не пустить ну вот так примерно мы живем палатка лотос отдельную палатку под вещи которые не востребованы во всякий чехол не стали ставить потому что приехали ночью пока закормились но и уже не охота была санки на санки закрыли чтобы ветром и снегом ну там ворону чем не своровали соответственно баллон стоит у нас здесь бур метров 300 до берега и метров пятьдесят от берега уже до машины пойдем прогуляемся может у кого ничем просим как рыбу клюет вот какие-то две палатки появились новые поставили рядом наверно два друга или две семьи вот и жерлицы чьи-то стоят они кстати стоят здесь уже третий день сегодня грет поймали судака на полторах классная погода моя любимая вот вообще для ловли белой рыбы самый офигенный когда снежок не жарко не холодно комфортно можно ходить даже вот не сильно теплым костюме мешать пошли день добрый чуга клев вот так вот такой а крупняк был давно стоять вот с утра приехали целый день его на клюет я штук 40 поймал и что-то надоело вон там стоят два снегири она точнее снегири полуэрберт например то же самое такое разных цветов а вот сейчас 2 2 лотоса стояли а вот это не знаю что за палатки наш стек мне кажется двойной двойной было бы интересно потестировать а вообще здесь прямо говорят что можно встретить в хорошие дни до 200 300 палаток в одном месте вот где ты сюда проводить самое большое количество разных видов размеров объемов палаток но вот так в общем то все ходят пешком здесь в горку с горки мы туда шли корячились обратно война тевечку очередь что замело машин куда открывай пойт смотреть как выглядит санки палатка значит нас в комплекте есть седу вот такая вот когда надо будет установить есть дышло которой она тоже будет установить. Ну и, соответственно, сама палатка, санка-палатка. И она достаточно тяжелая. Удобнее, конечно, вдвоём с ней. Такой намёк, да? Намёк, да. Так, наверное, надо, судя по конструкции, поднять тент. Вот сюда поставить седло. Видал? Работаешь с профессионалами. Ну, примерно вот так выглядит. У нас пару лет назад была подобная палатка, наверное, одна из первых, которые мы увидели в такой идее у Мастер Техно. И, кстати, у нас есть обзор. Ссылочку на выпуск с палатками и с подобной, вот с родоначальником этого, оставлю тоже в описании. Насколько мне известно, та палатка не пошла в серию. Не знаю, по каким причинам, но концепция интересная была. И, судя по комментариям под роликом, людям зашла, то есть. Ну, так тоже бывает, да? Пол пинка. Ну, так, в самом деле. Ну, так, в общем. Был такой участок метров 50 С неприятным слудом Сразу начала зарываться собака Но проехали На самом деле сейчас самая неудачная погода Для езды на буксировке Потому что маленький минус, где-то минус 2 Идет снег постоянно уже в течение дня Соответственно под снегом За счет того, что его становится больше Образуется много воды Так называемый слуд И собака постоянно в каких-то рвах начинает вязнуть Если еще больше воды выступит То на этой технике можно и застрять Легко Как мы это делали в прошлых наших выпусках Но вот мы доехали до примерно такого Сухого дна Честно, делаю первый раз Понятия не имею, как она разбирается Что я внутри представляю Наверное, надо сначала отстегнуть Вот эти вот штуки Ну, логические Их тут раз, два, три, четыре, восемь штук Наверное, что-то должно подняться О, здесь стенд Ну, и что, и в принципе все Соответственно, снегозащитная юбка По делу ее нужно засыпать снегом Ну, если мы надолго приехали Растянуть веревки Ну, и в принципе все И смотрите, как удачно вообще встает У нас стоит в ящике вебаста И можно заправить трубу С теплым воздухом сюда И у нас будет там в палатке Легко, плюс 15, плюс 20 Чего есть помимо еще Есть такое окно Ну, это вентиляция, скорее всего Или от комаров, от больших москитов Сверху Прозрачное окно Ну, чтобы свет попадал Свет во время Ну, и с другой стороны такая же Пойдем вовнутрь, посмотрим, что там внутри А, здесь еще вход есть Смотрите, вход есть Ёлки-палки Смотрите, что То есть не надо каждый раз поднимать Если вы стационарно стоите То есть вы сюда пришли То есть тут какие-то у вас вещи личные могут быть лежать Закрылись И, в общем-то, мы спрятаны от всех То есть здесь сверлим лунку И все, и ловим Не видно Ловим мы рыбу Или тут просто спим Можно рассмотреть вариант Чтобы вообще не политься Лунку делать Шуруповерт, наверное, удобнее будет Прямо в палатке Ну, либо Если вы очень высокий Вам неудобно Можно ее немножко Разобрать Рассверлитель Сверлить лунку Убрать лишнее Все, луночка чистая Очмы, закрываемся Соответственно, чтобы нас нафиг не сдуло Мы же планируем всю ночь А не перемещаться Нам не от кого прятаться Все, вот одну растянули Вторую растянули Достаточно устойчивая конструкция получается Ну, короче, как-то так Да, нормально И стать можно почти в полный рост Ну, у меня метр семьдесят три В самом высоком месте Где-то метр семьдесят пять Отсюда будет лечь Видно, как будут дыхаться Может, еще и фары как-нибудь закрепятся Вообще, в идеале, конечно, если ты надолго сидишь Идешь на рыбалку на леща Нужно с собой брать мягкое кресло Вот у меня хорошее кресло Очень понравилось мне на раскладушку Которая поперек ставится Вот сюда бы, конечно, какой-нибудь стульчик такой мягонький Развалистый И вообще сидеть было бы кайф Луночку подальше просверлить Вот так вот раскинуть Подставить Чаю, термос И обстановка по кайфу Что, пошли прикормку мешать? Сюда сейчас закормим В нашу закормим И ляжем на пару часиков поспать А дальше лещи подскажут правильное решение Оставайтесь с нами Ну, вы поняли, короче А кто буру ранил шуруповертом? Розничная цена такой санки палатки Двадцать пять тысяч рублей И, кстати, среди первых 150 покупателей Такого девайса Будет разыгран топовый мотобуксировщик Тафалар Все условия, соответственно, оставлю, как обычно, в описании под видео Ну и как водится По приметам у всех рыболовов Ничего не будем менять Роди вчера все хорошо отработало Значит, это с Настей здрасте Лещ летний и зимний мотыль Соответственно, убираем червяка И убираем опарыша Все это перемешиваем потом с мелким мотылем И будем закармивать здесь Одну точку и вторую Во второй палатке Соответственно, которая у нас стоит отдельно Метрах в пятидесяти от нашей основной базы Как замешивать прикормку Во сколько увлажнений Мы рассказываем в каждом ролике Если хотите, можете посмотреть предыдущие По ловле ночного леща Вот Все, а я поехал мешать Теория о том, что кормить мало Не оправдалась Поэтому мы кормим много Напомню, что наша прикормка достаточно много пьет воды То есть, на две пачки Килограмм шестьсот нам нужно В общей сложности налить Примерно Литр, может быть, литр сто воды Чтобы полностью впитала прикормка И полностью правильно Увлажнилась И стала максимально донной Делать это надо в несколько увлажнений Я обычно делаю от трех до пяти бывает То есть, вот налили кружка где-то миллилитров триста Она уже стала такая влажненькая Даем впитать там 2-3-5 минут Тогда она, видите, вот она вся рассыпчатая Без комочков Главный компонент всего этого Вот, конечно же, мы остаточки мотыля Такого И вот такого О, киштяк, да? Шань, смотри, сколько счастья Все это перемешиваем тщательно В однородную массу И вот этим Протеиновым коктейлем Будем кормить Наши лунки Мы-то нацелены на результат Но, в принципе, если Можно и меньше, конечно, мотыля Но ты посмотри, какая консистенция Посмотри, Мишаня Посмотри, сколько мотыля Мне кажется, мотыля больше, чем прикормки почему-то стало Изъездный глаз Маруси Капает Кап, кап, кап Большую часть корма сюда Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Ну, около восьми метров Примерно как таунж Частички вроде не крутят Визуально как будто течения нет Поэтому Все должно максимально у нас лечь Ровным Плотным ковром Можно даже будет попробовать Один-два конуса Открыть где-нибудь В двух Двух с половиной метрах от дна Чтобы создать более обильный Такой Шлейф мути Который С более Большого расстояния Будет привлекать Лещей В районе шести часов я закормился То есть закормил И лунку в палатке В этой В раскривушке Раскладушке И соответственно Две лунки в палатке В нашей теплой И лег спать Полдесятого проснулся И начал соответственно рыбалку Я вроде немножко подвыспался Лещи я надеюсь собрались Заряжаем две удочки Здесь в нашей палатке Ну и думаю минут по 30-40 Может быть по часу Буду сейчас сидеть Сначала здесь Потом буду переходить В эту В палатку санки И буду периодически всю ночь До рассвета До 9 утра Чередовать лунки Ну и соответственно места луги Посмотрим что из этого выйдет Уже утро Мишаня ложится спать Я буду снимать все на гоупрошку Постараюсь С разных ракурсов Ну и показать вам Сегодняшний ночной рыбалка Которая должна быть Самой результативной Как говорили местные Но это как говорится не точно Да Мишань? Я вижу что там Бултынь-бултынь Это пока не поклевка Это Рядом Скорее всего Ковыряется Наш плоский товарищ Потому что мы пилоты Небо наш Небо наш Родимый дом Что-то хорошее Выпирается вроде Пошел на утоп Время 5 минут 11 Давай-давай Сюда иди Вот он Вот он Вот он Вот он Вот он Здесь Вот он наш Первый Ну сегодня пошустрее Ну что Соберись Соберись Ну что ты башкой Себе облет-то долбишь Дурило Собрались Выдохнули Какой-то психопат попался Вот Все 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 Дома Дома Ты Дома Ты Дома Разведчик Ну вот Первый разведчик Ну такой Граммов Под 400 Спустя полчаса Первая поклевка Очень хорошая рыба Страшно стало Классический На подъем Прям хорошая рыба Идет А я без багра Как прошла Как прошла оставшаяся ночь И сколько в итоге мы поймали Мы покажем уже в заключительной части А также ответим на самые интересные вопросы Из комментариев Ну и может быть что-то разыграем Так что чтобы все это не пропустить Обязательно в порядке Подписывайтесь на канал И ставьте клуб Оставайтесь с нами Вот это вот Я выкормлю Ооо Это Это полторашка Да и кстати Специально для наших подписчиков В интернет-магазине Прикормка.ком До конца января Действует скидка 25% На всю прикормку Снасти Здрасте 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 Здрасте